друзья я вас приветствую мой канал называется елена вау меня зовут елена и здесь на моем канале я рассказываю про парфюмерию косметику и эмоции которые вызывают все эти продукты приглашаю вас присоединиться к моему каналу поставить лайк этому видео ну понимаю что вы его пока еще не видели поэтому конечно же хочу вам предложить и пожелать приятного просмотра и видео сегодня будет красным и интересно красные флаконы они такие знаете интригующие эмоциональные и всегда хочется послушать какой аромат сидит там внутри если делать такую метафору ассоциацию хочется узнать что там за человек потому что красный флакон для меня это такая знаете очень харизматичная дамочка леди такая возможно эмоциональная непредсказуемая и всегда хочется раскрыть ее хочется узнать и сегодня я приготовила выпуск и обратила внимание именно на те ароматы которые ловили а мое внимание с полочек в магазине то есть это не была такая знаете специальная подготовка в изучении ароматов сначала их выбрала на полке потому что они сразу своей краснотой мне в глаза появились а затем я уже изучила и готова предоставить вам эту информацию флакон трусарде ля вида милану посаджата ин галерея виттория эмануэль третий на этот флакон он сразу просто привлек мое внимание в нишевом сегменте такие ароматы я называю атмосферными это значит они навеют воспоминания унесут через свою пирамиду в какое-то место вызовут ностальгию а мои наблюдения что нишевая парфюмерия мне кажется все чаще работает с нашим подсознанием и буквально подключает какие-то ассоциации и заставляет через запах рисовать героев и картинки многими подобными ароматами просто невозможно пользоваться для широкой публики другое дело для себя это как фотографии или картины но там подключается визуальный канал книги то же самое а те кто принимает мир через запахи для них вот такая информация во флаконе так вот вернемся к итальянскому модному дому трусарде бренд создал линию ароматов леви де милана за коллекшен посвященную городу милану его запахом людям местам его энергии самого старта аромат переходит к самой сути задача передать знаменитое место галереи виктора эммануила покажется что этот самый старт тяжеловат но он отлично справляется своими задачами и так представьте вы пьете итальянский эспрессо с ароматной выпечкой корицы и такие маленькие лесные орехи а если посмотреть наверх там стеклянный потолок который дарит лучи солнца в аромате это передает тубероза и чувственная ваниль а дальше запах красиво миксуется словно туристы закрутили вокруг вихрь из разных запахов и собственно этот красный флакон друзья скорее а долго простоит у вас на полке и станет хорошим экспонатом манталь манталь sweet flowers красивый флакон правда и поклонникам сладости точнее сладкой сладости посвящается впрочем называю слово манталь вы уже сами понимаете что у вас ожидает нескромный выразительный и шлейфовый аромат за этим красным флаконом такой знаете громкий насыщенный сливочно цветочный букет и открывает этот аромат сладкий имбирь который пропитан персиковым соком и для меня он слишком сладкий говорят аромат похож на ароматы левия бель от ланком или аромат франко бокле шуга и да есть некое сходство но манталь за счет своей громкости и выразительности все равно звучит по-другому аромат для гурманов для тех кто любит кондитерскую сладость в нем есть красивые переходы от старта к базе жасмин и тубероза яркие как никогда в общем это тонны конфет в одном флаконе мне хватило одного за теста чтобы отказаться на месяц от сладкого этот красный флакон станет твоим спутником когда хочется затмить всех вокруг и поднять себе настроение через сладость по карабаны black excess я очень люблю клюкву в ароматах поэтому этот парфюм сразу оставила себе хорошее впечатление по крайней мере на старте красивый флакон принципе приятно держать в руках и хотя аромат этот 2007 года и кажется он существует уже целую вечность я все-таки решила взять его выпуск а вдруг много лет назад для кого-то он был первым серьезным парфюмов на вечер например аромат стартует с клюквы которая через 10 минут убегает с вашего свидания и настает время какао и ванили это звучание мне напомнила black опиум но он появился значительно позже почули и розовый перец в аромате не допускают сильную сладость происходит легкий баланс роза придает романтики и легкости и он становится пудровым невесомым и даже в чем-то юным летом не советую а вот в холодное время года он согреет и добавит настроение флакон будет актуален в коллекции всегда он универсален и до сих пор звучит интересно и изысканно вы согласны со мной хотя подобных аналогов на рынке парфюмерии мне кажется что уже создали огромное количество знаете чувствую за собой вину что особо не обращала внимание на этот бренд хотя нарциссо родрики с и данный флакон часто привлекал мое внимание с полочки решила затестить и была приятно удивлена стильный флакон это лаконичность мне они однозначно нравится внутри это гурман без чрезмерной наглости но он сладок и он поведет тебя за собой через тайну интригу все это появляется впечатлениях через красивую розу с фруктовыми оттенками тестировал этот аромат раз 10 и каждый раз на мне он был то прекрасен то на меня грузом нависал наглый рис в паре с мускусом и ванилию они были для меня неприятной компании в другой раз аромат показался легким сексуальным и очень элегантным за тест обязателем целом впечатление интересные и очень необычные этот красный флакон пригодится вам на вечернее время для свиданий или похода в бар для прогулки в свежий вечер но он на любителя не используйте этот аромат слишком часто за ним нужно соскучиться он интенсивный яркий и затмит любого человека мюрия флёрд и мюрье ох что-то у меня с французским флёрд и мюрье мирье карла герпель друзья ароматы карла лагерфельда я знаю давно и своей интенсивностью яркостью стильным звучанием они давно меня покорили но я предпочитаю пока тестировать и использовать лишь изредка и в принципе все потому что они меня сильно накрывают и если переусердствовать меня реально может закружиться голова и такое уже кстати было со мной здесь в красном флаконе смесь малины фиалки и ванили и отличный вариант на холодный сезон бюджетный красивый аромат предлагаю узнать о нем чуть больше прямо сейчас аромат ягодный они здесь раскрываются во всех возможных свойствах и при этом приятные задорные и как по мне вполне гармоничные и кислят чуток и сладостью манят пару пшиков и шлейф уверенные и энергичные на старте парфюм свежит но потом ягоды вытесняют это впечатление это как ягодный компот с веточкой мяты первый затест аромат кстати показался мне жвачкой потом это впечатление в последующих затестах пропало флакон снаружи хоть и простой но аромат в нем солидный и совсем не дешевит этот красный флакон либо любовь либо ненависть первого затеста цена приемлемая звучание красивая но на любителя то красные флаконы какие они вам показались они были интригующие страстные или такое просто красные флаконы кстати напишите присутствуют ли красные флаконы вашей коллекции о чем они говорят как часто вы ими пользуетесь а это была моя подборка красный флакон обещаю в следующий раз выберу другой цвет другую тематику ну а пока здесь под видео делите своими впечатления до новых встреч пока